Павали назвали предательницей. Таисия Павали сегодня лишена возможности работать на родине. На Украине для нее закрыты сценические площадки, радиостанции и телеканалы. А после концерта в Кремле Киев и вовсе объявил певицу предательницей. Таисия Павали всегда подчеркивала, что любит Украину, язык, культуру и обычаи этой страны. Всегда гордилась своей нацией. Только за то, что когда-то ее любил президент Виктория Накович, за то, что она была депутатом на неоппозиционной фракции в Раде, и за то, что не вмешивается в политику сегодня, певицу записали чуть ли не во враги незалежных. А выступление Павали в Кремле подействовало на радикальную часть украинцев, как красная тряпка на быках. Пила для оккупантов из страны-агрессора. Российская политическая элита хлопала предательницей Павали. Вот лишь некоторые заголовки украинских СМИ. Хотя на концерте не было никого из российских политиков, а часть программы артистка исполняла песни на украинском языке. Незадолго до концерта 14 депутатов Рады предложили Совету национальной безопасности лишить почетного звания народный артист Украины семерых исполнителей, в частности Ани Лоров, Таисию Павали, Филиппа Киркорова и Николая Баскова. В пояснительной записке говорится, что подобный шаг станет логическим продолжением борьбы против сепаратизма на всех уровнях. Особое возмущение вызывает поведение ряда представителей культуры и шоу-бизнеса, в частности тех, у которых есть почетные звания Украины. Они должны понимать свою ответственность и оставаться верными украинскому народу, а их выступление в России свидетельствует о совпадении точки зрения этих артистов с сепаратистами.